В какой луже яма? Пожалуй, этот вопрос по весне интересует всех автомобилистов, а автомобилистов Рязани в особенности. Количество ям на дорогах города, их глубина и фактор неожиданности в случае, если их скрывают лужи. Все это может стать причиной аварии и порчи автомобиля. Эта весна для Рязани не стала исключением, причем на этот раз даже центральные улицы напоминают поле боя. Как водители это очень чувствительно, потому что и колесо можно пробить, это также деньги, да все что угодно может случиться. По улице Пожалостино знающие автомобилисты едут со скоростью 10-20 км в час, но они знающие проваливаются в нешуточные ямы. Кстати, вы знали, что Россия единственная страна, где неровности автодорожного покрытия попадают под государственный стандарт. То есть существование ям на дорогах у нас по сути узаконено, но ям определенных размеров. Согласно ГОСТу 2017 года, выбоина на дороге имеет право на существование, если ее длина не превышает 15, ширина 60, а глубина 5 сантиметров. Мы решили проверить, соответствуют ли рязанские ямы стандартам ГОСТа. Итак, длина этой ямы порядка 120 сантиметров, ширина 95, а глубина 13. Что ж, это выбоина явно вне закона. Соответственно, если она вдруг станет причиной порчи автомобиля, то водитель вправе рассчитывать на компенсацию затрат на ремонт авто. Кстати, такие примеры в нашем городе уже есть. Представьте ситуацию. Дорога улицы Зубковой возле Ледового дворца, она почему-то постоянно всегда была разбита. Сейчас более-менее подделали ее. Но в тот ноябрьский день, залитая водой яма, была небольшая оттепель, оказалась достаточно глубокая. Она пробила сразу два колеса. При этом, пока она ждала эвакуатор, выходила там, пока стояло все, и ветер, и снег, она продрогла. Она заболела. Так вот, мы предъявили расходы на вызов эвакуатора, независимые экспертизы, стоимость ремонта автомобиля, компенсация морального вреда. Мы доказали, что были реально причинены и физические, и нравственные страдания. Что человек из-за них получил такие убытки и одновременно еще заболел, простыл. Устав от бездействия властей, рязанцы из года в год пытаются обратить внимание на проблему различными способами. Ямы обводили яркой краской, их засыпали землей, в которую сажали цветы. А в этом году ямы решили заделывать мягкими игрушками. Однако власти все-таки обещают заняться дорогами. Так, 4 апреля исполняющий обязанности мэра Сергей Карабасов сообщил, что на ямочный ремонт рязанских дорог потратят 9 миллионов рублей. К ремонтным работам планируют приступить в ближайшее время. В них задействуют более 10 подрядных организаций, а также дирекцию благоустройства города. В перечень дорог, которым требуется ямочный ремонт, включили 160 участков. Особое внимание Сергей Карабасов поручил уделить контролю за качеством выполнения работ, а также состоянию улиц с интенсивным движением общественного транспорта. Что ж, посмотрим, что из этого получится.